Я смотрю на этот город и вижу словно бы призраков вокруг себя. Да, это живые люди, все мы живые люди, но мы как призраки бродим по этому зачарованному клептусу. А здесь совсем рядом рукой подать за решеткой томятся тысячи тысяч невинных политических узников. Я увидел фотографию Алексея Навального из заточения. Несчастный мужик, помогай вам Бог, держитесь Алексей. Хотя он не получит эти мои слова, не услышит их, но я искренне сочувствую ему. Хорошо, что выпустили Возмана и дали ему уехать. А вообще происходит какое-то безумие. Мучают шамана Сашу Габышеву, уже одинобычный мир ведает сколько. Сколько же людей замордовано, всех и не перечесть. Господи, когда же прекратится зло, люди, когда вы повзрослеете и поймете, что нельзя потреблять человеческую кровь, плоть и жизни. Вот он, Зёма, Зёмочка, защитник рода людского от упырей кровососущих. Дорогие друзья, почему-то портрет нацлидера в черной рамке. Ура! Самое интересное, что вот это вот решение Пензенской прокуратуры отменить возбуждение уголовного дела в отношении человека, который не желал принимать участие в частичной мобилизации, это штука на самом деле мощнейший прецедент, антипрецедент. Потому что иначе это было бы первое уголовное дело такого рода. Но прокуратура Пензенской области не признала правомерным применение таких норм, законов. Слушайте, может быть, ещё не всё потеряно. Не будьте леммингами, дорогие мои друзья, собратья мужчины. Не стремитесь сами прыгнуть в пропасть. Лемминги это такие зверьки, их самцы раз в году в Скандинавии живут, бегут к обрыву и прыгают с него в Атлантический океан толпами. Представляете, какие странные зверьки. Вот, и наши мужики бывают сродни леммингам. Американская компания 3M полностью ушла из России. Эта компания в частности делала вставные зубы и фуражки, для ДПС, для дорожно-постовой службы. Это что же теперь получается? У нас госавтоинспекция будет без зубов и без фуражек? К слову добавлю, друзья, как раз вот гаишники, это, как правило, самые вежливые и приличные из людей в униформе. На самом деле так, потому что им приходится общаться. Зачастую гаишники это люди с юмором, интеллигентные даже. Да-да-да-да-да, я вовсе не подмазываюсь к будущим диалогам с гаишниками, ибо машины у меня нет. Но правда, опыт моей жизни подсказывает такое. Знаете, блуждаю я по этим зачарованным московским дворикам. Конечно, да, это клептос. Вот эти вот огни жуткие Нового Арбата показывают такое клептонианство. Но в то же время есть павшие листва, есть голубятня за моей спиной, есть посольство Монголии. Монголии, которая, к слову, не поздравила обнуленного президента Российской Федерации Владимира Владимировича, берегите уши, Путина. Вот. А Владимира Владимировича, на самом деле, блистательного игрока на международной арене, поздравили, перечисляю, Куба, ЮАР, Турция, ну, с которой есть дешевд, и, господи, и Киргизия, Кыргызстан. Прошу прощения, прекрасный Кыргызстан. Граждане этой страны получают гражданство РФ без малейших проблем. Здравствуйте, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что губернатор Санкт-Петербурга и области Беглов объявил, что на Рождество и Новый Год значительная часть праздничных мероприятий будет отменена. Он связал это, ну, со спецоперацией. Понимаете? Ранее, пару месяцев тому назад, муниципальный депутат собрания Красносельский, Горинов, получил 7 лет. 7 лет за то, что он сказал, что неуместно в такое время проводить праздники. Где равновесие? Где правда? Где справедливость? Где ваш гуманизм? Есть ли что-то человеческое в душеньках наших с вами? Вы знаете, я стою вот за моей... Прошу прощения, за моей спиной посольства в Монголии, замечательной, как теперь видится мне, страны, с совершенно замечательными людьми. Где лама Калмыкии выступил и осудил происходящее в Украине. Монголии, которая сама обещала даровать политическое убежище всем людям из РФ, которые захотят скрыться от мобилизации. И знаете, я хожу, брожу по этим осенним дворикам, перебираю ногой листву и думаю о прощении. Знаете, наступает момент, когда ты запутываешься в собственных проблемах, каких-то там переживаниях, жизнь там в руинах и все такое, и начинаешь винить других людей. Но на самом деле ты сам кузнец своего счастья и плотник своего гроба, как водится. Да, конечно, не без помощи добрых людей, мир не без добрых людей, но все же, все же, все же. И знаете, я, конечно, прощаю весь мир, прощаю всех и тоже прошу прощения у мира. Вот, я обдумываю это, может быть, это и есть некое сокровенное духовное покаяние. Понимаете, сейчас ситуация в Украине зашла уже до такого тупика, что люди готовы, типа, готовы принять такой тезис, как лучше ужасный конец, чем ужас без конца. А что если из этого, из этой формулы убрать слово ужас, а еще убрать конец и стереть вообще эту формулу? Почему мы не можем с вами любить, быть добрыми, пробуждать в себе лучшие качества, а не некую злобу, которая переходит за грань звериной весьма и весьма значительно? Именно сегодня, в этот день, день непростой, день рождения Владимира Владимировича, которого поздравили четыре великих державы, именно в этот день, дорогие друзья, важно подумать о прощении, о гуманизме, о доброте и милосердии, о том, кем мы стали. Что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, описание видео подскажет, как поддержать мой труд, и там же вы найдете ссылки на два телеграм-канала и второй ютуб-канал, подпишитесь, пожалуйста. Вот, и добавлю, знаете, весь мир втянут в круговерть крови, насилия и безумия. Весь мир. А элиты, которые это все устроили, они сами проталкивают наихудшие из возможнейших сценариев. Третья мировая, антирадиационные препараты и все такое. Госдолг Соединенных Штатов Америки превысил 31 триллион долларов. Как вам нравится идея великого всемирного обнуления? А? Мировой клептос, Нео-Вавилон 2.0 стереть все. Вот чего они хотят. Я же желаю, чтобы наша с вами Родина, для тех из вас, дорогие зрители, для кого Россия, матушка, это Родина, я желаю, чтобы мы вышли из этого безумия, из этого психологического, мощнейшего, недоброго воздействия на нас, чтобы отцепились от нас упыри, и мы жили в своей уютной, доброй, человеколюбивой, и, знаете, счастливой стране. Да, и чтобы, когда мы говорили Россия или Русь, в сердцах было тепло. Сейчас нам до этого очень далеко, как от Северного полюса до Южного. Но надежда умирает последней. Бороться, искать, найти, перепрятать. Вот завет арбатского хулигана. Друзья, желаю всем доброго вечера. Передаю большой привет от жирафика Земы. моего закадычного друга, которого пока нет со мной. Но я не оставляю надежды на то, что однажды у меня будет мой шестиметровый жирафенок весом в одну тонну. Доброго всем вечера. Хорошего настроения. Побольше улыбок, друзья. Мира, любви и процветания. Господи, дай нам Бог пережить все это безумие. Боженька, смилуйся над нами. Господи, я не буду развед kızом. Возьмите особи время. Господи, я не буду руковать. Господи, я не буду проводить Бог живущей. Господи, я не буду рассказывать. Б isnо, я и есть, а беремcuts и гостина. Господи, я не могу делать все это безумие. Господи, я буду думать для молодежи, Вас с вами была ж === Господи, я буду на finishedει, когда последний раз напartается. Нам может быть восheres, Субтитры создавал DimaTorzok